Нам нужна программа деиндустриализации, сначала 30 лет без хозяйства, аэроспила предприятий на металлолом, а потом еще и война. Нам нужна программа из деиндустриализации провести индустриализацию. То есть, безусловно, сейчас нужно, и это максимально важно, создать проект новых предприятий, которые будут заниматься здесь производством. Различного рода товаров и услуг. Прямо вот как было в советское время, простите, у нас декоммунизация, но тогда это было, в общем-то, правильное решение. Вот заниматься исключительно тем, что создавать предприятия, которые будут производить комбайны, если мы уже наметили себе цель в виде великой аграрной державы, технологии для орошения, технологии для хранения, для переработки. Это все должно производиться в Украине, на это все должны выделяться государственные деньги через механизмы их привлечения. Облигации, продуктивная, так называемая, эмиссия, когда деньги печатаются под конкретный проект, под четким контролем расходования этих средств. Смотрите, вот на самом деле, как бы это сейчас грустно ни прозвучало, нас ждет экономический железный замок. Потому что восстановление экономики Украины, которое будет происходить при таком свободном движении капитала, невозможно. Потому что любые деньги, которые государство будет выделять на финансирование этой экономики, люди, которые будут получать, поймите, они пережили войну. Они будут их забирать, конвертировать в валюту и выводить прибыли, деньги на компенсации, все будет уезжать туда. Почему? Потому что там безопаснее, потому что завтра русские опять могут вернуться, завтра русские опять будут на нас нападать. Мы в этом фактически все уверены, что они нас спокойнее оставят, поэтому деньги будут уходить. Поэтому только железный экономический занавес с одной стороны, жесткий валютный контроль нас ждет. И государственные программы должны появиться в восстановлении экономики Украины, создание новых предприятий и рабочих мест. Без этого можно даже ни о чем больше не говорить. Без этой программы индустриализации экономики Украины нам ничего уже дальше не светит. Потому что когда здесь все будет разрушено окончательно, в результате войны, освобождение территории, отъезда людей, потеря динамики экономической, вот здесь уже тогда ничего нельзя будет восстановить. Деньги будут приходить и уходить на потребление. Мы останемся только аграрным государством, которое можно только сеять, собирать, перерабатывать в лучшем случае и продавать. Это ключевое.